0-8-8, нормально. 0-8-8. Давай, давай, проходим, проходим. Давай, 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 сюда, проходим. Вот сюда. Проверяем его. Чтобы никто из тех, кем заинтересуются проверяющие, не попытался скрыться или махнуть какой-нибудь корочкой неясного происхождения, вместе с инспекторами ГИБДД дежурят оперативники в штатском и бойцы ОМОНа. Прежде всего, устанавливают автомобиль с тонировкой или без госномеров. Одни водители реагируют спокойно, другие за такую проверку воспринимают в штыки. Номер запомнился? Шансов уйти от преследователей у нарушителей нет. Их догоняют и подвергают усиленному досмотру, ведь игнорирование требований об остановке уже вызывает немало подозрений. Подобную процедуру за один вечер прошли десятки автомобилистов. Водителям тонированных машин полицейские предлагают снять со стекла пленку. Никто не отказывается, ведь в противном случае эксплуатация автомобиля может быть запрещена. Снимай ее нормально, чтобы потом не одел. Снимай нормально, вот так вот. Порви ее сам. На одном месте мобильная группа не задерживается и вскоре она меняет точку. Теперь оперативники работают на проспекте мира. В большинстве тонированных иномарк оперативники находили бейсбольные биты. В спортмагазинах спрос на этот товар в несколько раз больше мячиков для этой игры. Но если этот инвентарь не запрещен законом, то вот телескопические дубинки подпадают под запрет, как холодное оружие. Их полицейские изымали для проведения экспертизы. Это что такое у вас? Не знаю. А это у вас же в машине было, лежало? Не знаю. У вас лежало? Не знаю, может быть. Может быть? А что это такое вообще за предмет? Не знаю, что. За ночь оперативники ФСБ и полиции проверили 800 автомобилей, а инспекторы ГИБДД составили более сотни протоколов об административных правонарушениях. Несколько человек были доставлены на медицинскую экспертизу на предмет наличия в крови наркотических веществ. Продолжение следует...